Доброе утро всем! Мы сегодня едем в Чебаркуль. Опять Тимошка провожает. Мы на весь день уезжаем. Я сейчас пойду за бабушкой. Наверное. У меня два ключа. Это от Чебаркульской квартиры и от нашей. Тимошку сегодня на самообеспечении, как сказать. Что-то свет включен, надо выключить. На улице сегодня тепло вроде, но снег идет. На улице минус один. Завтра вообще будет плюс один. Очень тепло. Что-то стало подозрительно тепло. Фу, господи. Вытяжка тут еще стоит. И коньки лежат. С дедом никто не созванивался? Я только вчера созванивалась. Тепло сегодня. Но вечером дождь. Я так поняла, она уже не та вообще, окажется. Мне кажется, она у него... Вот он оставил место. Мне тоже так кажется. Просто там будет труба в шкафу. В общем, Вова говорит, там по-разному может быть, поэтому... Так я не понял, про ДОС ему предоставили эти материалы или что? Я не понял. Материалы предоставили, но не все. А, ну вот, поэтому это делать нечего пока еще, наверное. Ну, почему? Фанеру это все предоставили. Мы почему-то предоставили фанеру, доску и краску половую. А ему-то нужна водомальсионка и потолочная краска. Ну, беловый потолок это, а не 10 половых. Не, ну пол-то в любом случае перекрашивают. Это, может быть, эта девушка там, Татьяна, эта женщина, может, там не так поняла. А, они туда отдали. Татьяна, это которая им тогда помогала? Нет, с почты, с почты. За входы что-то. Татьяна. Потом, Ань, потом возьмешь. Так, клей надо покупать. Какой мы брали? Такой же нужен? Ну, вот это что-нибудь, посмотри, вот это, по-третьему, я могу где-то, по-моему. Мне кажется, другое. А, нет, это... Ну, давай быстрее. А, Дмитриевич, в туалете. Че? Да. Да, Дмитриевич, в туалете. Ты доброцен хочешь? Да. Открой багажник, я его закину. Химию пахнет сразу. Ну, вообще-то, друг на друге все стоит. Ну, он у Галины стоял, там мужик подходил. А он куда поехал? Ну, к деду, наверное, куда? Да. Запчасти. Блин, вообще тяжело. Поедем. Он едет-то откуда? С гаража или с дома прямо? Сейчас спросим, я так и не понял. Ага. С дома, наверное. Плинтус, держи, я открою дверь. Я хочу подчистить. Я хочу подчистить. Подчистить. Своё. Почистите. Постучите. На, да. Ну, бабка, я тебе подчистить. А, у тебя всё, да? Не те ключи, Господи. Сейчас свои. Заходи. Слушайте, звонит Игорь Бабин, говорит, Бош машинка как сломалась, которую, помните, с механическим управлением Бош так, говорит, сломалась, что-то сейчас он мне перезвонит. Хочет посоветоваться, что случилось-то, вот, короче. Вытяжку мы купили, подарок деду на Новый год, вот. Сейчас я из машины её забирал. Не знаю. Красота. Это вот, типа... Ну, тут нету, кстати, вот этой-то штуки под вытяжку-то. Дырки нету? Нет дырки. Не знаю. Всё хорошо. Хорошо, хорошо. Вот ещё и подложки, вилки, нормальный шкаф есть. Всё приличненько. А чё, до конца, вот специально не стали делать? Да я не стал, там больно, глухо, глухо. Думаю, до холодильника. Да, да, всё нормально было. Можно было услышать. Девочки мои. Угу, твои-то языки. Ну и чё, подойдёт, потом нету ухо. Фу господи. Ой, тут бардак, сейчас надо подбираться тут. Слушай, здесь надо разобрать чуть-чуть бардак. Тут старый гарнитур. Ужасный, он уже такой был вообще в разном состоянии. Ань, потише. Давай шапку давай. Ой, на земле. Мам, вот такое здесь? Ну, это надо подвергнуть. Ну, у меня только в весной было. нет а у вас где рулетка я рулетками порошок я и еще я покупал и кондиционер тоже я покупал я покупал кроме вот этих капсу и санды клей сухой что много проводов красивые господи искусственные такие красивые вот поставили они вытяжку dexp правда немножечко неудобно то что башкой можно удариться то есть она так упирают лыжи сливает вот такая вода я для вас видео снимаю до какой шкаф ладно все давай давай пока всем привет хорошо на еще перезвонит говорит не гастерина вообще на деньги попадут тоже если эта команда аппарат сломался его так дорого чинить вообще если бы не помойка вообще такой вид хороший был там только банки подзимания он сказал первый раз я вот и услышал я больше не даже не знал где висел до нового года собрался бы открыть кто висел вот это заниматься у нее это роги все я белье повесил так Так, я пойду закину еще. Так, ежедневная 30 сантиметров. Ты посуду расставляешь? Ну, все расставляю потихонечку. Много так-то шкафов можно взять. Так, откроем еще. Ужасно тепло сегодня. Все течет прямо. Сейчас покажу. Все течет. Тает снег уже. Варен донесешь? Кого? Варенец. Донесу. Смотря какой, подожди. Если ты там ящик целый даешь, я не донесу. Да, конечно. Ну ты че. Так. Две коробки упакуют. Тебе сказал мебель сегодня вывезут у его старую. Че? И все. И все. И вот обратно мне тут. Игорь обещал перезвонить, но так и не перезвонил что-то. Ладно. Сказал, когда мой придет позвонить. Ну, ладно, ничего. Потом. Больше 100? Да. Мы два уже разберем. Со мной что ли одинаковый вес? А у тебя какой? У меня 112. Ну, у меня 82. Ну, недалеко ушло. Ну, конечно. Давай я уберу. Сейчас. Дед, ну, у меня ключи есть если че. Ну, я тогда уберу их всех вот сюда. Потому что, если ты не будешь, то здесь что подключать. Ну, пока вот здесь быстрее у пакеты есть. где-то сейчас повезет на ту квартиру там лимон где-то вернется еще азу дверь-то открытым что такое расческой одевайся щас тоже деваться будущего лишки прибрали все прибрали все чистенько я сказал воды не будет поэтому мы набрали все ведра в этот чайник в кастрюлю вот и ванне там тоже в тазик я набрал темно так в общем все мы поехали окно вот одну эту раму я оставляю открыто 2 закрыта уличная белье сохнет я постирал темные надо выключить радио гардеробную закрою мне надо взять вот эту коробку с вареньями я вот не знаю как это сделать поаккуратнее тут колясочная в подъезде кстати я говорил по моему вот все поехали так ключ от машины эти отдал они не с тобой разговорю у них на подъезда гирлянды все у нас подъезды абсолютно такие же вот наш этот подъезд бывший вот он наоборот даже в ночь будет намного теплее чем сейчас я посмотрел даже удивился ночью теплее чем днем ночью 1 градус плюс 1 градус а завтра днем плюс 2 мы уже дома все я устал честно говоря я в общем то особо то ничего не делал но все равно что устал вот ну ладно игорь мне так не перезвонил не знаю что не знаю что там с бошем с их уже она уже умерла просто потому что 25 лет года возраст машин тоже и она ни разу не ломалась то есть ничего не не ремонтировали только амортизаторы меняли но это это уже потому что мы это расходник вот такие дела